Вот уже многие сравнивают, что тот потоп, прорыв дамбы, который переживают жители Оренбургской области, эвакуация, это им идет и все, напоминает россиянам Окаховской ГЭС, которую в начале июня 2023 года подорвали россияне, дабы избежать нашего масштабного наступления с целью изгнать их с нашей земли, российских оккупантов на территории Херсонской области. Вот так матушка природа или, в частности, неготовность российских властей, а также сношенность всего, как там Песков говорил, ну поношенное же все, да, когда зимой прорывало батареи. Вот зимой прорывало батареи, весной прорывает дамбу, боюсь представить, что прорвет, хотя не боюсь, почему же там представляю, прорвет лето. Действительно ли это такая месть природы и о чем говорит неготовность к любым проявлениям, то ли диверсии, как они говорят, то ли терактов киевского террористического режима, то ли просто вот природа, пришла весна, а никак помочь не могут своим же? Сначала приходит зима, когда ее не ждут, снег выпадает, да, каждую зиму внезапно в России выпадает снег, и никто никогда к этому не бывает готов, а уж тем более к наступлению мороза. А весной никто не готов к паводкам, ну надо же, этот же снег, который случайно почему-то выпадает зимой, весной начинает таять. Но на самом деле есть хорошая русская поговорка, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Это вот как раз то, что мы видим сейчас, да, когда россияне так не только Каховскую дамбу взорвали, да, а Днепрогресс просто разрушили саму станцию, да, дамба, слава богу, устояла, но сама станция разрушена, при том, что Путин все время кричит про свою любовь к Советскому Союзу, и при этом уничтожает советское же наследие, да. Вот что это в одной голове? Понятное дело, шизофрения. Ну и, конечно, вы совершенно правы. Изношенность оборудования составляет там от 80 до 90 процентов, и вместо того, чтобы это самое оборудование менять, дамбы чинить, ведь надо же все деньги потратить на производство дронов, снарядов, танков и так далее. Поэтому и отвлекать внимание россиян от абсолютного коллапса коммунальной системы российской, вот войнушкой, да, то есть застрели войну для того, чтобы отвлечь россиян от того, что Путин за 24 года своего правления, по большому счету, ничего хорошего для россиян не сделал. Поэтому надо обязательно сказать, что вот давайте повоюем, тут-то у нас счастье и наступит. Поэтому, к сожалению, для россиян эта история не единичная, разные вещи будут продолжаться. Ну а то, что во время паводка постоянно что-то прорывает и постоянно кто-то тонет, ну это, собственно, стандартная российская история. Ну а так как теперь весна наступает сюда очень быстро, да, еще вчера была зима, а сегодня уже почти лето, то, конечно, паводки случаются большие. И старенькие советские плотины не выдерживают ничего удивительного. А вот, знаете, Ольга, я подумала, а на самом деле россияне, понимая неизбежность вот таких катастроф и природного характера, и не только лишь, мы об этом и позже поговорим, что у них все взрывается, никуда уже никто не долетает, а чувствуют ли они хоть кто-то из них, кто сейчас эвакуируется, кто понимает, что власти не способны, не готовы ни к приходу ни одной, ни одного сезона года, что это какая-то такая месть природы за Каховскую ГЭС. Они же даже, наверное, половине же и не сказали, половина думает, что это вообще мы сами взорвали, да, как нас обвиняло ведомство Шойгу, что это мы сами устроили себе провокацию и такой экоцит на десятилетие. Или у кого-то все-таки йокает, и понимают они, что всегда мы все кто-то за что-то доплатим. Ну, у кого-то, конечно, йокает, а у кого-то ничего не йокает. Это зависит от того, человек способен вообще хоть как-то прибавить к одному один и получить что-то похожее на два, а не 154, да, или 146 процентов. Вот как бы от этого все зависит. Поэтому, к сожалению, далеко вот это падение уровня образования, просто совершенно сумасшедшая пропаганда, которая льется изо всех щелей. Этот Соловьев и все остальные странные преступники, которые совершенно дикие вещи, говорят людям из телевизора. Ну, это приводит к тому, что просто россияне начинают деградировать. И, соответственно, вот это уже прибавление к одному один для некоторых вызывает сложности. Но другое дело, что хотя бы, может быть, понимание того, что власти ничего не могут сделать для того, чтобы люди жили нормально, хотя бы это понимание пускай их настигнет. И уже с этим можно будет хоть куда-то двигаться вперед. Да, не уверена я, куда, конечно, не буду двигаться. Но, по всей видимости, двигаться будут к мобилизации. По данным опроса Левада-центра, который мы вчера увидели, все, там такая цифра, конечно, что 80% почти россиян, как и дальше, поддерживают оккупационные действия российской армии на нашей земле, войну, развязанную Путиным. В принципе, здесь не меняется, кстати, на третий год войны этот процент, 56 с плюсом. Так мы увидели, что еще 50% опрошенных Левада-центром россиян, конечно, делаем здесь поправку на то, что нерепрезентативны разного рода социологические исследования в стране, которое полностью диктуется правило кремлевским террористическим диктаторским режимом. Но, тем не менее, 50% понимают, что так или иначе мобилизация – это то, что на них ждет. Вот, тем более, по всей видимости, используя и ища без конца украинский след в теракте в Кроку-Сити-Холле, Путин именно этого и добивается. Зеленский, президент Украины, говорит о том, что 300 тысяч планируют россияне до 1 июня уже собрать. Само Министерство агрессии Шойгу кричит криком, что им удалось уже 100 тысяч просто-таки подтянуть. Вот эти 50%, которые понимают, что мобилизация неизбежна, но при этом не очень хотят. Могут ли они на что-то повлиять, что-то сделать? Действительно ли вы, как полагаете или, возможно, знаете, Ольга, будет усиление этой мобилизации в России, которая, по сути, не прекращалась, как мы знаем, с сентября 2022 года? И информация о том, что регионы в погоне за новобранцами удваивают ставки и выплаты за подписание контракта в оккупационную армию доходят миллиона рублей. Говорят о чем? О том, что уже никто не хочет даже за большие деньги, за куш, за вот такой серебряник идти воевать и понимать, что эта дорога в один конец за имперские амбиции Путина? Ну, безусловно, раз удваивают выплаты, это значит, что бесплатно никто не готов ничего делать. Естественно, в регионах, где людям просто нет нормальной работы, где средняя заработная плата 20 тысяч, конечно, за 500 тысяч идти на временные выплаты некоторые готовы умирать, ну и убивать. А вдруг, так сказать, не убьют, что называется. Поэтому это такая абсолютно рыбовладельческая история или там крепостное право, когда людям говорят, вот тебе в зубы деньги, а мы за это заберем у тебя жизнь, да? То есть такая история кошелек или жизнь наоборот. Мы тебе дадим кошелек, мы жизнь заберем. Ну, кто-то соглашается. Но это говорит лишь о том, что вот эти депрессивные российские регионы, они абсолютно, люди там не видят никакой перспективы. И как пел Высоцкий, так лучше, чем от водки и от просток, да? И Путин тут говорил, что, ну вот, так сказать, вас же убьют, не сопьетесь за то. То есть чем спиваться, лучше сдохнуть на войне. Ну, вот, собственно, да, есть регионы, где люди, особенно в алкогольном угаре, не до конца протрезвев, могут пойти на, что называется, призывной пункт и получить деньги и уехать воевать. А потом протрезвеют, они уже на линии фронта и уже никуда не убежать. Потому что если попробуешь бежать, то тебя и в штрафбат загребут. Но это говорит, конечно, о том, что вот все эти наши сказки, которые они рассказывают про добровольцев, все это чушь собачья. И по большому счету эта история исключительно про деньги и про невозможность людей в современной России найти хоть какую-то нормальную работу. Можно только убивать и умирать за деньги. И больше ничего этот режим не предлагает. Ну, а что касается планов бою, что действительно планы у них серьезные. И, на мой взгляд, вот эти 300 тысяч, про которые говорит Зеленский, это вполне реальные цифры. Я напоминаю, что еще весенний призыв во всю идет. И там, по-моему, они планируют 150 тысяч призвать. Поэтому 100 и 150 уже получается 250. Ну, а там, глядишь, за это время до 1 июня 50 еще нагребут. Поэтому то, что к 1 июня они могут накопить себе 300 тысяч новеньких, это вполне себе реальные цифры. Зачем? Да. На мой взгляд, сейчас они нацелились на Харьков. Есть у меня такое ощущение. Ого. Вы полагаете, ну, такое ощущение есть и предупреждение западных партнеров, и в частности глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в большом таком интервью политико тоже говорит, что, по всей видимости, россияне сейчас и утюжат, как раз массированно обстреливая и Харьков, и не только наши прифронтовые города, и участки фронта, понятно, что они как раз и целятся на Харьков и готовят вот такое масштабное наступление. Хватит ли у них силенок это все еще одеть, подготовить? Это же так в попыхах, они же уже так ходили, что только не брали, Ольга. А все, что они взяли, это, в принципе, первая часть, а слово Херсон. Ну, тут же вопрос, что они будут к этому стремиться. Другое дело, действительно, для того, чтобы одеть и вооружить 300 тысяч, это, собственно, надо вот напрячься. Но мы до конца не понимаем, а сколько они уже поднакопили. Все-таки какое-то, так сказать, что-то они там производят. Снаряды, по крайней мере, танки какие-никакие. Не так уж чтобы много, но все-таки какие-то производят. Поэтому тут вопрос такой, что называется съезд, а он съезд, да кто ему даст, да? Смогут или не смогут, но надо понимать, что такие планы есть, и, соответственно, надо к этому быть готовым. Тут кто предупрежден, тот вооружен. Вот, мне кажется, самое главное понимать. Да-да, мы-то предупреждены и вооружены, но наши западные партнеры не все нам дают для этого, по всей видимости, вы осознают ли они. И риски тоже непонятны. И риски того, что если Россия пойдет, не приведи Господь дальше, то она же не остановится и будет атаковать и страны НАТО, и наших соседей, и не только лишь. Как вам чувствуется и по настроениям за границей? Есть ли понимание вот таких приготовлений россиян к чему-то большему у наших западных партнеров? И как вы видите, вкладывается в этот пазл, Ольга, разговор министра агрессии Российской Федерации Сергея Шойгу со своим французским визавис и Бастианом Лакарню, который должен был, по крайней мере, быть посвящен вопросам угроз от таких террористических группировок, как ИГИЛ, и этого террористического всех организаций. Но вообще зачем они разговаривали? Почему в Шойгу после этого вышел и опять запел что-то переговоры, по крайней мере, его ведомство? И видите ли вы смысл разговаривать с такими же террористами, о других террористических угрозах? Ну, я вообще не понимаю, при чем тут Шойгу? Если говорить про террористические угрозы, то для этого есть, ну там, я не знаю, уж куда бедно ФСБ. По большому счету террористами в России занимается ФСБ. Какого букву? Нет. Если сказать, что Шойгу не будет сам террористом, а то мы тебя знаем и, соответственно, на скамье подсудимых посадим, это, конечно, да, но это совсем другие переговоры. Это скорее не переговоры, а предупреждения. Поэтому о чем мог в этом смысле разговаривать Шойгу, это мне совершенно непонятно, почему, как, куда. Скорее всего, это такая, знаете ли, отмаза сказать, что они разговаривали о террористических угрозах. Потому что, ну, собственно, не тиши, кобыль и хвост. Я понимаю, когда там, я не знаю, ЦРУ разговаривает с ФСБ, ну вот это разговор о террористических угрозах. Или даже этот, так сказать, Жалкий Нарышкин с кем-то разговаривает. Ну, это, конечно, уже совсем смешно, но тем не менее, да, то есть это хотя бы формально, вот там наши шпионы везде бегают и разглядели у вас там, так сказать, каких-то террористов. Мы вам про это сказали. Ну, ну, например, да, но это еще хоть как-то... Причем тут Шойгу. Так что какая-то странная история. И как-то совсем другим попахивает, а совсем не тем, чем, про что нам тут рассказали. А чем тогда попахивает? И причем тут действительно еще и переговоры вообще. Не об этом была речь. И как они вообще могли представить, что французская сторона могла предложить или говорить о каких-то переговорах, если именно Эммануэль Макрон, президент Франции, говорит, что неплохо бы было ВСК НАТО ввести на территорию Украины. Это раз. А теперь еще говорит, что ядерный зонтик должна Европа создавать, опираясь как раз и на помощь Франции как ядерного государства. Напомню, не только Россия может бубенчиками своими потряхивать, мягко говоря. И при чем тут здесь вообще переговоры? И зачем это все было? Какая цель у Кремля, какую цель они перед собой ставят? Вот если Шойгу говорил о том, что не хочется, чтобы там были войска Франции в Украине, это я еще могу понять. Если Шойгу говорил, ай-яй-яй, не надо вам наш раскрывать ядерный зонтик, а то вдруг мне прикажут стрелять тактическим ядерным оружием, а я совсем не хочу стрелять. Вообще я хороший, белый и пушистый. Это мне все Путин приказывает. Да, я тут вынуждена все это выполнять. Это тоже я могу понять. Но вот, собственно, видите, уже две темы мы придумали для разговора. Да-да, но эти переговоры и разговоры, возможно, не надо для того, чтобы как раз найти еще время, оттянуть и вооружить эти 300 тысяч, о которых мы поговорили? Ну, это не без этого. Но я думаю, что они примерно просчитали, сколько им понадобится времени. Там уже какие-нибудь склады, так сказать, не расщеклили. Винтовки Мосина маслом смазали подсолнечным. Так что уже полная готовность есть. А может быть, даже на кого-то и автоматов калашникова хватит. Может. Ну, а нет, то пойдут уже там с камнями и с палками. В принципе, не привыкать уже будет. Может, кандарий чуть-чуть подкинет, перекинет. Но уже и это не точно. Наш международный и политический обозреватель, который работает на радио Невойс и для себя, Иван Яковин, который тоже разбирается в процессах, происходящих в Российской Федерации, убежден, что вот эти вбросы Шойгу о переговорах и звонки с Лыкарню, а также, в принципе, все позиционирование Путина и поиск украинского следа в теракте к Рокус-Сити-Холле есть ничем другим, как поиском оправдания чего-то большего и какого-то нехорошего преступления. Он точно сказать не может, а как вы полагаете, действительно ли может Кремль готовить что-то еще? Есть ли все-таки те цели, которые они хотели бы ставить перед собой, ну пусть не организовав, но допустив, да, учинение этого теракта 22 марта, если они не удадутся? На что готов пойти дальше Путин и кремлевский режим своих не жалея и бросая? Ну, по большому счету мы видим, что Путин готов пойти на все, что угодно. И вот залезть в его, что называется, больной мозг достаточно сложно, поэтому мы даже не можем себе предположить, что он там может себе напланировать и предполагать. Мы видим, как сейчас они активно опять наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, да, как всех там своих агентов, можно сказать, возбуждают, чтобы они там что-то делали и так далее и тому подобное. Поэтому, возможно, все, что угодно, к сожалению, возможно и теракты, но только не в Украине в данном случае, потому что каждая ночь это новая террористическая атака. А вот в России возможны террористические акты, но опять-таки мы начали с вами с прорыва дамбы. То есть тут и террористов никаких не надо. Путин самый главный террорист не только по отношению к другим странам, но и по отношению к своему собственному населению. И это каждый день мы в этом обождаемся. А вот эти теракты, которые могут произойти на территории Российской Федерации, почему у меня есть ощущение, что даже если их готовят, возьмут сейчас некую паузу? Ведь все внимание мирового общества просто-таки приковано к Российской Федерации. Даже слышали мы слова соболезнования, вот звонки, желание помочь, значит, защититься от террористов. Но главный террорист мира номер один говорит, нет, нет, зачем, и что-то там наверняка подшкрябывает. Но есть и другая версия, что, возможно, это вообще ФСБшники разрешили сделать этот террорист, чтобы таким образом подставить Путина, и ведутся там кулуарные игры против него, и он даже сам этого не подозревает. Такая приятная версия, но как-то в нее не слишком сильно верится. Мне кажется, что если бы это было так, то мы бы уже видели кого-то другого во главе страны. С Путиным нам бы сказали, что, да, вы знаете, Путин внезапно заболел. Надо ему в отпуск, и он где-нибудь уже на Фарусе бы где-нибудь находился. Так что, к сожалению, на мой взгляд, это такая... Я понимаю, что есть люди, которые пытаются нас успокоить этими версиями, но давайте реально смотреть на вещи. На мой взгляд, пока еще Путин вполне себе все держит под своим контролем. И я согласна с вами, что они возьмут паузу просто потому, что сейчас никто не верит в этот украинский след. Поэтому если им делать что-то, они будут опять, если будут делать, будут пытаться свалить все на Украину. Поэтому этот украинский след им нужно будет прописывать в два раза лучше, чем сейчас. Значит, еще понимая, что кремлевский режим только усиливает репрессии против своих же, значит, сегодня акция проходит на территории Российской Федерации. Жены мобилизованных, понимая, что никаким салатом уже ни на Новый год, ни к 8 марта, ни к другим скрепным праздникам, никто не вернет их мальчиков, потому что не вернет их в принципе, пошли на шаги, по меньшей мере революционные, конечно, без преувеличения. Взяли кастрюли, взяли ополовники и стучат из окон. Вот такой протест. Чего же они добьются, Ольга? Ну, что называется, марш пустых кастрюль, такое уже было. И, надо сказать, вполне себе даже успешное было. Но все-таки для того, чтобы марш пустых кастрюль был успешный, надо, чтобы у большинства россиян эти кастрюли реально стали пустыми. Вот тогда, собственно, жены мобилизованных будут стучать, а тогда будут стучать более активно и другие. У нас должно возникнуть вот это ощущение, что совсем все плохо. Не случайно я все время говорю, что если действительно с трудовыми ресурсами будет совсем все плохо, работать будет некому. И будут в 2017 году были перебои с хлебом в Петрограде, да? Поэтому вот будут перебои с хлебом, вот тогда будут настоящие пустые кастрюли. Но, тем не менее, мы видим, что стучат, значит, по всей стране. Улан-Удэ стучит, Новосибирь стучит. Это цветы идут все-таки дальше. Они же по субботам ходят еще возлагать памятникам неизвестным солдатам. Ленты куплены, ленты раскладываются. Все-таки пошли в ход, пошли в дело. Даже хотя бы вот такой жест. Они там пишут друг другу, что они крутые, конечно же, слышат соседний звон. Он, может, в ком-то что-то еще раз будет. Ну и здесь не могут же прийти, да, кремовские силовики и забирать у них кастрюли из окон вместе с ними, вытягивать. Хотя... Это хорошо, конечно, но главное, чтобы другие люди понимали, почему они стучат в кастрюлю, да? Поэтому я и говорю, что если действительно уже есть ощущение того, что все пропало, да, тогда уже эти кастрюли будут неким знаком, да? В кастрюлю постучал, все вышли на улицу, пришли к губернаторскому дворцу и губернатора оттуда за ноги выволокли и там ближайшую речку отнесли и бросили. Да, вот в апотетах, так сказать, напали на губернатора. Первая ласточка, что называется, пошел губернатор в люди, получил нож в живот. Да, что называется, если долго доводить людей, то вот может и такое случиться. Так что надо властям-то подзадуматься. А что такого, да? А почему это? Он пошел встречаться с людьми, а люди, оказывается, не то, что его не любят, а даже сорезать такого. Вот вопрос. Наверное, что-то не так происходит. Наверное, люди-то недовольны. Возможно там. Но как вы полагаете, какова перспектива, что вот эти недовольные по разным причинам вдруг услышат друг друга, увидят, в каких реальностях они живут и в один момент выйдут вместе или, может, объединяться начнут? Ведь причин куда больше с каждым днем? Причин, конечно, куда больше. И если вот этот страх внутренний будет побежден, вот на этой неделе арестовали Сашу Скобова. Это диссидент еще с советских времен в Петербурге. Он мог уехать из страны, недавно выезжал в Турцию. Но он хотел говорить все то, что он думает, находясь в России. Ему возбудили против него уголовное дело за оправдание терроризма, потому что он написал очень жесткий комментарий по поводу взрыва Крымского моста. И, собственно, во время суда, которые настолько боятся его, что даже сделал беззапрытым, суда по мере посечения, он прямо там из клетки кричал «Слава Украине!» и говорил, что он не уважает этот суд, и пришел только для того, чтобы плюнуть на этот суд. Вот есть и такие храбрые люди в России. Да, есть, но пока их немного находится, как мы с вами видим. Тем временем в России массово преследуют мигрантов. Не прекращается это. С 1 апреля ужесточили и контроль за ними, и, как мы видим, и аресты повсеместные. А как это должно помочь в борьбе с терроризмом? Как-то плохо вообще осознается и понимается, что каждый мигрант теперь террорист, что ли, да? И в принципе, а при чем тут мигранты? Ведь это же киевский террористический режим все организовал, да, и готовил игиловцев. Так же говорит Путин, правильно, вместе с Байденом, Сунаком и Шольцем, значит, всеми вместе. И чем это грозит на самом деле? Не экономический даже аспект будем брать, а в целом для жизни Российской Федерации, когда все мигранты начнут массово уезжать, кого еще не схапали. И тех, кого сейчас вылавливают, их тоже с какой целью это делают? Будут отправлять на украинский фронт, будут депортировать. Что это за движение? Ну, надо же что-то делать, что называется, полицейским. Надо галочки ставить. Поэтому вот они кого-то хватают. Ходят по головным, по квартирным опросам, обходам по московским квартирам, и там, где им открывают дверь, спрашивают, кто там живет. Ну, то есть вот московские квартиры и киевские террористы, да, опять же, сфернее в одной веществе. Но они иначе не умеют. Они прекрасно понимают, что на самом деле, по крайней мере, тех, кого они поймали, мигранты, поэтому пытаются проверить всех остальных мигрантов тоже. Что умеют делать, только депортируют. Чем это закончится? С одной стороны, не ростом ксенофобских настроений, как будто и так мало в сегодняшней России, мало того, что они на украинцев людей натравливают каждый день с утра до вечера, так теперь еще начинают натравливать на приезжих из Средней Азии. Чем это закончится? Да, просто тем, что не будет никого, кто бы развозил товары, возил на такси, убирал мусор и так далее по списку. И кто будет работать в России? А кажется, что работать-то некому, потому что кого-то забрали на войну, мигранты разъехались, кто, так сказать, женщины и дети, ну, вряд ли получится. И вот тогда-то будет, не то, что экономически, вот тогда-то будет настоящий марш после кастрюли, когда уже все возьмут эти кастрюли, и все поймут на улицу, и все будут скучать. Да, и по Кремлю, и на Красной площади, мягко говоря. И еще один вопрос на окончании нашего разговора, что это тоже за такие переформатирования. Тут, значит, Кадыров берет под свое террористическое крылышко 3000 вагнеровцев. Я напомню, что когда Прихожин ходил и не дошел, блин, 200 километров до Москвы, то Кадыров шел ему навстречу останавливать его от этого грандиозного в кавычках похода. Но поскольку Ахмат не сила, а могила, и в основном для тиктока только работает, то тоже никуда не дошли тогда бравые кадыровцы. Видимо, пробки страха просто были, встречались на их пути. А сейчас вот Кадыров перебирает на себя вагнеров. Что это за изменение сфер влияния такое, по-вашему? Ну, видимо, уже у него бойцов-то не осталось, да, он же все нас разом показывал нам свои тикток-поиска, а значит, их там гораздо меньше, чем есть на самом деле. Там же многие говорили, что вот тот эпическое видео, которое записал, оно получено в результате переноса небольшого отряда размножения по всему экрану, да. Так что, может быть, тикток-поиска-то не тысячи, а вообще сто человек, а вроде как вагнеровцы не вольются, так будут какие-то приличные цифры, можно будет опять крылышки-то расправить и, так сказать, ими помахать. Так что, видимо, не так все хорошо. В конце концов, он может быть и внутри, ему становится страшновато. Друг боится, что его там, так сказать, внутри Чечни, кровников-то у него много, может за свою жизнь опять начал опасаться. Вот вагнеровцев и себе подтаскивает, чтобы защититься. Все возможно. Да, эти вагнеровцы на самом деле в опасности. Гляди, они станут мамкиными блогерами. Это же максимум, что можно ожидать от Ахмата и его силы. Ольга, спасибо вам огромное за максимум комментариев и за вашу аналитику. Благодарю, что находите время. Увидимся через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Всего хорошего. Ольга Курносова российская оппозиционерка и также политический аналитик была вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, спасибо, что вы приходите, смотрите, слушаете. Всегда приятно видеть вас и в комментариях, поэтому не стесняйтесь, пишите, пообсудим с вами те темы, которые и мы проговорили. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему разговору, если вам не тяжело и подписывайтесь на YouTube 24-го. Это поможет нашим беседам продвигаться просторами этой соцсети. Так работают ее алгоритмы. Берегите себя, верти вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.